Девушки отдыхают Твоя тайная поклонница? Очень смешно Ладно, что у нас там по гаджету? Все отлично Да? Ну тогда начинаем! Nokia E90, похоже, последний представитель славного семейства Nokia-коммуникатор На смену ему Nokia уже приготовила аппараты серии N97 Но как бы Nokia не пыталась изобразить из него мультимедийный компьютер Это все равно телефон, которому приделали клаву А вот E90 типичный представитель семейства бизнес-телефонов Практически портативный ноутбук Он не просто крупный, он огромный Правда и оборудован по самой неболой, хоть и не идеально Открываем телефон как ноут, а там клавиатура и огромный экран Практически рабочее место в кармане, сел и печатань К клавиатуре привыкаешь за неделю После чего она становится настолько же удобна, насколько и обычная QWERTY клава Экран большой, яркий, с хорошим разрешением Самое главное широкий, не приходится как заведенному мотать веб-страницы вправо-влево Правда, жаль, что не сенсорный По начинке телефон в общем-то не уступает ни современным коммуникаторам на основе Windows Mobile Ни прочим нокиевским смартфонам Работает с сетями 3G, Edge, Wi-Fi и все такое Есть GPS-приемник вкупе с программой Nokia Maps FM-радио и две камеры Одна на 3,2 мегапикселя с автофокусом и вспышкой Вторая для видеоконференций Качество обеих средненькое В целом комплект программ в коммуникаторе настолько плотный, что ставить что-то дополнительное, считай, не требуется Разве что по мелочи Прикупив к аппарату беспроводные наушники, вы получите убер-стильный плеер Ибо фирменные уши Nokia столь же громоздкие, сколь и сам коммуникатор Емкость батареи 1500 мА в час В обычной жизни живет и работает от одной зарядки дня полтора-два На сутки можно рассчитывать смело Резюме Из недостатков этой модели следует иметь в виду прежде всего отсутствие сенсорности на внутреннем экране Иногда это реально бесит Остальное привыкаешь Да, девайс не идеален Ну а где он идеал в нашем-то неидеальном мире? Но аналогов ему сегодня просто нет Сравнивать его с чем-то бессмысленно Даже при цене тысяч в 25 рублей А сейчас самое время приступить к СССР Что это с тобой? Не знаю Нормально вроде все было с утра Самым тупым Самым тупым гаджетом на этой неделе Признается Компас Абуд Абсолютно бессмысленное изобретение Которое показывает куда вам нужно двигаться Ну то есть вы сдаете маршрут мол Хочу на улицу баррикадная 22 И они тебе индикаторами показывают куда идти Более того, даже голосом говорят Ну не бред ли, а? Ха, реально бред А если мне нужно из центра в Выкино уехать? Он мне скажет по какой ветке и где выйти? Да чушь, полный бред вообще Ну что, десятку ставим? Согласен Можно я продолжу про гаджеты рассказывать? А то мне страшно в одном с тобой помещении находиться Можно! Можно! HTC Touch Cruise 09 Он же Т4242 HTC Touch Cruise 2009 года выпуска Это совсем не то же самое, что HTC Touch Cruise образца 2008 года Они даже внешне отличаются Не говоря уже о начинке новой модели и ее эргономике Новый круиз плавненький, обтекаемый, хорошо лежит в руке Корпус приятен на ощупь, не выскальзывает из ладони Экран сделан заподлицо, как это сейчас модно Под ним круглая плашка Правда, 2,8 дюйма все-таки маловато для такого телефона Смотришь, как в замочную скважину Но достаточно удобная программная оболочка и колесико прокрутки Позволяют неплохо лазить по меню Нажатие улавливает четко, даже без стилуса И даже по углам, что не может не радовать На обратной стороне аппарата зрачок объектива 3-мегапиксельной камеры Качество съемки так себе В лучшем случае его можно назвать средним Зато есть интересная фича, позволяющая автоматически помечать снимки геотегами Когда фотоснимок сделан, предлагается добавить текстовое описание или голосовую запись А также GPS-координаты Аппарат работает шустро Как-никак Qualcomm MSM7225 С тактовой частотой 528 МГц Памяти тоже достаточно 512 Мег оперативной и 256 Мег флэш памяти А также гнездо для карт microSD Само собой, полный набор беспроводных интерфейсов Включая Bluetooth и Wi-Fi Edge, 3G и все такое Батарейка довольно живучая При емкости 1100 мАч Уверенно выдерживает пару дней эксплуатации Если, конечно, не злоупотреблять Wi-Fi Зачем HTC путает потенциальных покупателей своих коммуникаторов Непонятно Старый круиз был тормозным, корявым и глючным Зачем недостатки старого круиза проецировать на новый? Тем более, что нынешний круиз куда лучше своего предшественника Разве что экран мог бы быть побольше А цена поменьше 17 тысяч многовато Впрочем, любители технических наворотов по минимальной цене Все равно купят какой-нибудь ровер Голос, слушай, а я вот тут подумал А что будет, если взять этот аппарат И просто со всей дури об стену так Гаджет, что с тобой? А, что со мной? Со мной все хорошо Чувствуй себя великолепно, знаете ли Ты вообще-то на потолке висишь Ой Ой, ой Ой, что происходит-то, а? Эй Голос Делать-то мне что? Голос? Ну, ну, не молчи, говори Давай, 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 скорее уже Ну, ну, что, что делать-то, ну? Гаджет, осторожненько Руки не отпускай и потихонечку впускайся Давай одну, вторую Молодец Может, и правда со мной что-то не то? Что это? Это? Рука Нормальная такая человеческая рука Привет, здравствуйте, до свидания Рука Фанатек Porsche 911 Turbo Wheel Точная копия руля легендарного спорткара Porsche 911 Девайс совместим с PC и Sony PlayStation 3 И сделан, как уже можно было догадаться, по лицензии Porsche Штучка сразу видно эксклюзивная Например, оплетка руля сделана вручную из высококачественной автомобильной кожи Прям пахнет кожаным салоном Хорошо продуманы всякие мелкие деталюшки, придающие достоверности и погружающие в атмосферу игры Правда, неровность швов и кривизна строчки наводят на неприятные мысли Девайс оснащен целым рядом оригинальных технологий и предназначен для серьезных геймеров Три мощных мотора Mabuchi RS 550 отвечают за эффекты обратной связи А рулевое колесо поворачивается на 900 градусов В наличии имеется рычаг ручной шестиступенчатой коробки передач с задним входом И рычаг автоматической коробки Кнопки на руле подсвечиваются, а сам он питается от сети с помощью адаптера Педали сцепления газа и тормоза работают от 4 батареек, причем около 100 часов Для подключения к консоли или компьютеру используется адаптер Wireless USB, входящий в комплект Сигнал транслируется быстро, неприятных лагов не замечено Хотя в особо скоростные моменты все-таки нет-нет, да и проскользнет тормоз Комплект крепится на столе с помощью винтов или зажимов Держится надежно, даже приложив значительное усилие, оторвать его не так-то просто Есть также противоскользящие резиновые подкладки у руля и репучки для педалей Хотя вот коробка передач фиксируется как-то неуверенно и немного гуляет во время езды Претензий к манипулятору в целом особых нет Добротный, хорошо сконструированный, выдержанный в надлежащей стилистике Правда, подойдет он по-настоящему хардкорным геймерам Если, конечно, у них есть лишние 17 тысяч рублей Да и не для всякой игры такой руль пойдет Но если уж подойдет, порадует вас по полной программе Гаджет, ты где? Слушай, слушай, свет выключи, что-то плохо мне совсем от него Хорошо Вот так нормально Как это нормально? Ты же стал походить на монстра Да ты теперь от вида педигри будешь в состоянии аффектно впадать Ты сказал педигри? Педигри Я очень люблю педигри Я же говорил, не подходи ко мне Я худой и невкусный А вот это мы сейчас и проверим Невкусный, невкусный как что? Как педигри Или вкусный как педигри Ой, что-то защемило тут Ну ладно Все, закончили Блин, рубашку еще помял за вас А ничего, если я забыл про чмоки в конце Ну ладно, все, все Все, ребят, пока, я на такси Шеф, до Биберева Что по деньгам? 150 Не, мало, давай 250 У нас с другом столько нет, у нас по соточке только Давай за две Ну ладно, прыгай Как Семен, наконец-то мы с тобой Слышь, ты хлопать, так дома будешь в холодильнике Семен, я тебе говорил Товарищ, это молодец А он пьяный А что он? Всегда? Всегда пьяный? Ну, так что если менты остановят Я так, то тоже бац Но, милая, милая, милая Нет, тихо, тихо Слушай, ну я сейчас, давай выйду нафиг Ну что за это, я же, я плачу деньги Хочу безопасно доехать Нормально, просто поцарапал там бывает Я что, на две сотки жизнь свою должен отдавать Давай, давай Ну то поворот не пропусти. Тебе до выхина, да? Не-не-не-не-не, тут забор же, ну! Ну нет, Монтарат, да это рулеты, ну по эту сторону! Что за е... Значит так, парень. Ты езжай куда хочешь, а мне направо. Э, деньги! Спокойно! Субтитры сделал DimaTorzok